This conference will now be recorded. И специалист по изготовлению презентаций в центре специалист автор курсов создания презентации, дизайн презентации и редизайн презентации. Новый курс, который будет выпущен в августе этого года. Я вас всех на него приглашаю. Так. Первые уже сообщения в чате связаны с проблемой со звуком. Ну да, действительно простите, остановиться я на сообщения не могу. Так. Ну что ж, собственно, о курсе по изготовлению презентации я могу сказать немного. У нас по технической части есть несколько курсов. И вообще вот такой полный цикл по работе с презентациями у нас выглядит так. Мы ставим перед собой идею основную, из которой у нас цель выделяется, тема, собственно, презентации. Анализируем аудиторию и сквозь этот фильтр пропускаем весь наш материал. Собираем информацию, анализируем информацию. Ну, с помощью мыслительных схем можно использовать правила Тони Бьюзена. Разрабатываем эффективный план презентации. Только затем переходим в PowerPoint, где мы выполняем техническую задачу. То есть вот у нас получается четвертый шаг по работе с презентацией. Это то, что мы рассматриваем на курсе PowerPoint уровень 1, ну и так далее, 2, 3. Далее уже подготовка раздаточного материала. Далее уже рассмотрение того, как вести себя при проведении презентации. Это тоже можно выделить в отдельный курс, который называется подготовка к проведению презентации. Сам же курс по созданию презентации рассматривает 4 технических модуля, которые позволят и опытным пользователям систематизировать ту базу, которая уже есть. И начинающим пользователям, правда, небольшая все-таки подготовка нужна на уровне базовой в программе Word или в программе Excel. PowerPoint не первая программа в вашей жизни. Получаем информацию для того, чтобы сделать первую презентацию своей жизни тоже. Это и основы, и визуализация данных, и мультимедиа, и демонстрация, и профессиональное распространение презентации защиты пароля. Вот такой вот курс, который я упоминаю, всего лишь упоминаю на мастер-классе, будет у нас в качестве интенсива доступен 30 мая. Вести буду его я, и вас всех приглашаю как очно, так и в режиме онлайн обучения. Приходите. К чему посвящен у нас текущий мастер-класс? Отметьте, что на курсе мы с вами не будем выполнять эти действия. И если все-таки я соберу с вас обратную связь, если вам будет интересна эта тема в качестве, например, отдельного курса, я буду просить вас выразить мнение в чате. Всего лишь мнение, она ничему не обязывает, как бы либо плюс, либо минус. Насколько это может быть полезно и интересно вам. Ну, а также, как вы лично можете для себя использовать ресурсы нейросетей, потому что, ну, огромные перспективы. Мы с вами научимся создавать запрос в чат GPT. Я буду это делать через Telegram, если есть возможность, установите его у себя, пока я подхожу к этой теме. Перенесем информацию в PowerPoint. Вот на этом этапе вы можете встретить интересные статьи в интернете о том, что можно запросить информацию в виде ВБА-кода. И далее при переходе в программу PowerPoint вызвать окошко макросов, вставить модуль, вставить этот код ВБА. И что мы тогда получаем? Ну, честно говоря, результаты меня сильно разочаровали, поскольку всего лишь создаются слайды. На этих слайдах будут прописанные заголовки, которые нам вгенерируют в чат GPT. И, собственно, все. Мы получаем с вами пустую презентацию, там 10 слайдов с прописанными заголовками. Поэтому как бы заморачиваться пунктом 2 я вам не предлагаю, я его продемонстрирую, но зачем? Ну, просто зачем это делать? То же самое можно сделать элементарным копипастом, скопируя нужные фрагменты текста в нужные макетные емкости на слайд. И, собственно, все. И гораздо меньше, наверное, времени это в итоге занимает. Так, ну и если успеваем, мы познакомимся также с сервисом, с еще одной нейросетью Midjourney. Так, сервис по созданию иллюстрации. Но обо всем подробнее давайте рассмотрим информацию. То есть нашим результатом все-таки будет создание качественного текстового или табличного контента. Также хотя бы одну фотографию мы с вами успеем сгенерировать с помощью нейросетей. Итак, что мы знаем с вами про нейросети? Я думаю, что такое название, как ChatGPT или Midjourney у нас на слуху. Конечно, их гораздо больше. И я попрошу организаторов разместить на страничке мастер-класса ссылку на скачивание порядка 600 различных нейросетей, которые могут вам помочь и отвечать на электронную почту, обрабатывать вашу корреспонденцию, писать за вас письма. То есть такие реальные помощники. Также заниматься видеомонтажом. Ну, наверное, я уже просто не буду вспоминать. Они делают множество интересных задач. Так, мы с вами попробуем всего две. ChatGPT, которая была разработана в ноябре 2022 года. И, наверное, в первые же два месяца уже пробивает отметку 100 миллионов пользователей. Получила в результате статус самого быстрорастущего онлайн-сервиса за всю историю. То есть вот эта вот нейросеть генерирует для нас текстовый контент. Она может составить и план поездки, она может составить качественное резюме, она может написать для вас стихи, ну и, конечно же, подобрать контент для презентации. Так, и еще одна нейросеть, это MidJourney. Она позиционирует себя, как вообще сама компания, позиционирует себя, как независимая исследовательская лаборатория. ChatGPT была разработана компанией OpenAI, независимая лаборатория. Чуть позже, в феврале 2022 года, она появилась, и MidJourney умеет распознавать печатный текст и преобразовывать его в картинки, делая интересные коллажи, делая интереснейшую стилистику. Для использования нейросети требуется создавать запрос на английском языке, но я думаю, что это не проблема. Есть хорошая подсказка по ней, есть, разумеется, и переводчики в интернете. В итоге вы можете создавать нечто уникальное, совершенно уникальный контент для вашей презентации и не только. Итак, нейросети нам, как специалистам по изготовлению презентации, понадобятся для того, чтобы генерировать контент для презентации. Ну, вот четко вот так вот ставлю вопрос. Это может быть графический контент, это может быть текстовый контент. К сожалению, цифровую диаграмму мы с вами с помощью текущих двух нейросетей не сделаем, но можем получить с вами табличные данные, которые преобразуем в цифровую диаграмму уже самостоятельно. Мы можем сокращать с вами массив текстовой информации, делать из него тезис, можем заставлять нейросети заниматься прогнозами, делать выводы и вообще как добывать информацию. Это здорово. А если посмотреть шире на этот вопрос, то студент может попросить нейросети написать реферат, решить курсовую работу, написать диплом. IT-специалисты могут попросить нейросети сгенерировать код или проверить код, или помочь написать техническое задание. Инженер может поставить такую задачу. В общем, всем нужны нейросети. Исследователям, ученым, бизнес-аналитикам, менеджерам, финансистам. В общем, всем, всем, всем. Всем, кто заинтересован в своем личностном росте, профессиональном росте. Есть такая даже шутка в интернете. Может ли нейросеть заменить человек? Ну, такой вопрос. Ответ, наверное, такой, что нет, пока не может, но можно заменить специалиста, который не использует нейросеть, на специалиста, который ее использует, на работу которого становится более оптимальной, более автоматизированной, появляется масса свободного времени уже на творчество. Итак, вернемся к презентации. Есть ряд проблем, с которым сталкиваются пользователи при работе с презентацией. Я набросала, ну, первое, что пришло в голову, что иногда, вот, стопор в самом начале, не можешь подыскать актуальную идею, можно попросить нейросеть ее тебе подбросить, то не знаешь, какие вопросы нужно вообще освещать в презентации. Я лично сама была очень заинтересована в создании плана, мне понравилось, я его собираюсь показать. Экономить время, хочется сократить количество текстовой информации до основных выводов, ну, и, конечно, поиска данных, как графических, так и текстовых, вот такой вопрос. Я сейчас вас попрошу, уважаемые слушатели, набросать в чате вопросы, которые вас волнуют при изготовлении презентации, сложности, которые вас волнуют при изготовлении презентации. Я думаю, что если я, ну, я-то для себя набросала, что лично для меня проблема, а вот что интересно вам, мы можем с вами попробовать, ну, хотя бы там один, два, три варианта, сколько времени у вас останется. Что-то я наверняка не учла, и мне будет интересно посмотреть на ваши предложения. Какие проблемы при изготовлении презентации вы испытываете? Ну, в основном уклон возьмите на работу с данными, на поиск данных, на работу с текстом. Цифровые диаграммы пока мы не трогаем. Ну, технические моменты именно при работе с PowerPoint мы, ну, собственно, тоже не трогаем. То есть это за пределами данного тренинга. Что-то же связанное с информацией. Буду ждать ваших вариантов, а пока продолжаем. Так, когда мы перейдем уже к тому, чтобы работать с нейросетью, я поняла, что я слишком вежливая и пытаюсь вести диалог как с человеком. Нет, это приветствуется, но если мы будем с вами начинать диалог, что а можешь ли сделать презентацию, например, то мы потеряем просто лишнее время. Мы обращаемся к мер сети, сразу к лагулам есть. Делай, сделай, спрогнозируй, сократи, приведи. Используйте, собственно, такие слова. И далее ждем с вами результат. Я подчеркиваю, что при работе с текстовым контентом это будет бесплатно. Но чем больше мы с вами нюансов будем освещать, тем лучше. Поэтому добавьте контекст. Чем больше деталей, тем ближе к идеалу будет результат. Будьте конкретней. Но согласитесь, никто не любит неопределенные задания, поэтому то же самое относится и к чат-ботам. Добавьте специфические детали. Укажите также приоритет, о чем нужно поговорить побольше, о чем нужно поговорить поменьше. Можете также указать ограничения, какого массива в итоге информация вам нужна. Это может быть небольшой абзац, несколько абзацев. В общем, да. Вот сразу вижу интересные предложения Илья. Объемный текстовый документ. Изложить. Нормы федерального закона, различные указания. Есть все-таки опасность, Илья, про работу с нейросетями. Они иногда выдают очень благозвучные варианты, но все-таки придется проверять. Придется проверять, потому что в результате там напишут что-нибудь про турецких шпионов, а мы и не увидели этого. Надо тщательно проверять. Особенно нормативно-правовые документы. Так, сокращать она может, делать выводы может, представить текстовую информацию очень коротко может, Галина структурировать, да, ну, собственно, сами тезисы. Да, 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 такие задачи мы меры сети можем поставить. Это мы сделаем. Так, готовьте, готовьте телеграмм. Да, готовьте телеграмм, потому что мы собираемся его использовать. Либо у вас на телефоне, либо у нас на компьютере должен он быть расположен. Так. И последнее, чтобы я снова не возвращалась к этой информации, давайте поговорим о сложностях. Я собираюсь использовать сейчас нейросеть, которая называется ЕДЯ. Да, ЕДЯ – это смешное название. Уже внутри нее будет действовать чат-бот, который называется чат-гпт. То есть мы как бы не напрямую обращаемся в чат-гпт, а через адаптивный такой интерфейс. Почему? Если вы попробуете обратиться в чат-гпт напрямую, есть официальный сайт, то вы столкнетесь с такими сложностями, как ограничение подключения пользователей из Российской Федерации. Это не проблема для многих. Многие уже умеют использовать КВПН, а если не умеют, то это дело нескольких минут, не знаю, часа-получаса, скачать или установить настройку на ваш браузер, нажать кнопочку, вот это вот, подключиться к какой-то стране, и все, вы уже в теме. Но, к сожалению, чат-гпт требует еще и реального номера телефона, не российского, не белорусского. И вот здесь уже проблема, что виртуальный номер телефона, который предлагают использовать автор в некоторых статьях в интернете, использовать не получается. Ну, может быть, когда-то это было возможно, но уже, как бы, все там поумели, видимо, и виртуальные номера опознаются и пресекаются такие попытки. Вот с этим связаны сложности. Что касается, это чат-гпт, там такие сложности. Что касается Маджорни, в бесплатном аккаунте она работает, но через день. То есть слишком большая нагрузка на бесплатный аккаунт. Если вы захотите заплатить честно, базовый аккаунт стоит 100 долларов в год, то снова момент, что денег, допустим, деньги есть, не жалко, вы уже к этому подготовились, но требуется снова иностранная кредитка, иностранного банка. Ну, вот с этим мы и испытываем проблемы, сложности подключения. Платный доступ, английский язык, не чат-гпт, Маджорни требует английский язык, но это несложно, можно переводчикам набросать. Так. Ну, самые неприятные моменты, что последним новостям у нейросетей доступа нет. Нейросеть обучена до данных 2021 года, поэтому бесполезно ожидать у нее какой-то свежей информации. По интернету она не ищет. Она обучена на одном, но очень большом массиве данных. Поэтому, если нужна свежая информация, последние новости, сбрасывайте нейросети ссылки из интернета, она их обработает. Это я покажу на примере. Так. Ну, что еще? Недостоверность. Это вот как раз и то, Илья, о чем я замялась вот в вашем блоке текста, что опасно давать ей материал такого нефантазийного, очень конкретного характера, стоит все равно за ней все проверять. Иногда пишут правдоподобные, звучащие, но неправильные или бессмысленные ответы. Будьте с этим внимательны. Ну, еще один важный вопрос, связанный с источниками информации, это авторское право. Пока в чат GPT не указывает свои источники, не проверяет, можно на них ссылаться или нет. Ну, хорошо, если в данных все-таки будет источник. Если нет, то надо попросить ее поискать. Итак, как будем работать? Я дам тему. Тема достаточно актуальна на этот момент. Наверное, вы слышали про международную организацию, куда входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия. Угадайте, что это за международная организация? Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР. Ну, ваши варианты. Куда все еще? БРИКС. БРИКС, браво, Алексей. Да-да-да, это она. Бразилия, БР, Россия, Индия, Китай и С. С, это что? Ну, ЮАР, по идее. ЮАР, по идее. Да, я беру эту тему, как, ну, тему, по которой можно собрать массу интересных данных, табличных и текстовых данных. А вот мне Алексей показывает, САФ, Южная Америка. И именно такую тему мы с вами будем задавать, начиная от составления плана, заканчивая уже поиском конкретной информации. Я, конечно же, тему немножко протестировала. Перед вами сейчас сервис ЕДИА, который я вам обещала показать. Две ссылочки сейчас будут вам направлены. Одна ссылочка на Телеграм сейчас будет направлена. Секунду. То есть так она выглядит. Отправляю в чат всем для того, чтобы уже, собственно, начать пользоваться. То есть если я пропускаю ряд действий, которые связаны с просьбами, там, подтвердить, что вы человек, наверняка такие просьбы будут, там, где-то с чем-то согласиться, вдобавок подписаться на новостной канал, все это опционально делаем за пределами нашего мастер-класса. Ну, просят, делайте, нажимайте на кнопочку, собственно, все безопасно. Познакомиться с тем, что это такое, что это некая база знаний, в которую входят данные боты, чат, GPT. К сожалению, Маджорной сейчас на стадии тестирования в этом сервисе. Я буду показывать вам другие способы генерации изображений. Но они обещают его сделать уже 25 мая. То есть очень-очень скоро. То есть почитать об этом сервисе вы можете также по ссылке, которая отправляется в чат. Ну, это так, для себя, если интересно. Здесь у меня на экране ссылка на ее. И ссылка на почитать о том, что это такое. Так, все, что я собираюсь делать, я собираюсь делать на своем компьютере. Все это будет перед вами продемонстрировано. Все запросы, которые я делаю, вы убедитесь в том, что форма изложения запроса не носит какой-то специальный характер, что не нужно учить для этого коды. Все через запятую, большое количество подробностей и параллельно мы будем изготавливать презентацию. Ну, хотя бы начнем. Так, я покажу начало работы, которая будет выглядеть следующим образом. То есть вот, что мы увидим. Если в Телеграме нажмем, найдем нейросеть ЕДИ, она нас поприветствует и уже будет просить нас что-то написать, уже будет просить приступить к работе. Количество запросов на бесплатном аккаунте, на котором вы будете находиться по умолчанию автомата, ограничено 10 запросами. Поэтому сделать не все успеете. Платный аккаунт, скажем, на месяц приобретается чисто за символическую плату 119 рублей, если не ошибаюсь. Но если там чуть больше, с комиссией смотрите сами. С помощью ЕДИ мы с вами обращаемся в чат GPT и создаем план презентации. Получаем текстовые данные по каждому слайду. Можем с вами получать данные в таблице, если об этом попросим. Формируем тезисы из большого количества текстовой информации, структурируем информацию, ну вот как под запрос, да, Галина, Илья, то есть она это делает. Так, прогнозируем данные, заставляя ее, ну так скажем так, немножко пофантазировать на разные темы. И, ну, в общем-то, можно в ней же попробовать сделать и графический контент, но я лично обращаюсь к другому боту, именно нацеленным на Миджорде. Так, далее вы увидите выводы, которые сделала ЕДИ. Но, наверное, я пока выводы эти показывать не буду. Позвольте, я прервусь на этом этапе, чтобы уже непосредственно обратиться к практической части нашей работы. Сверну пока презентацию. Итак, перед вами телеграм-канал ЕДИ. Телеграм-канал. Так, телеграм-канал. Неросеть. Так, мы здесь с ней немножко общались. Выглядит у нас, давайте закончу сессию. Выглядит у нас с вами страничка следующим образом. В нижней части у вас должна быть представлена следующая плашечка. Можно нажать на меню, если она не отображается, где вы можете начать диалог на определенную тему. Это платный уже аккаунт поддерживает помощник. Я его еще не опробовала, пока про него говорить не буду. И создать изображение. Это не Миджорде, но тоже неплохие нейросети, которые генерируют изображение на основе вашего задания, вашего текстового задания. Ну, а кнопочка профиль нужна для того, чтобы вы, ну, не знаю, наверное, посмотрели уже варианты плата. Аккаунта, но к этому вас клонять не будут. Ну, сами подумайте. Итак, сейчас я напишу сообщение, как вы увидите, без каких-то специальных действий. Итак, создай презентацию на тему БРИКС. И тут правильно поставили вопрос, да, сделай. Давайте зададим ограничения. Нужно 10 слайдов. Далее. Далее укажем с вами приоритет, который мы хотели бы увидеть. Состав. Особенности. Стран-участников. Торговые. И прочие отношения. Ну, прочие не будет. Торговые отношения. Импортные. И экспортные операции. Чтобы еще такое охватить. Перспективы. Сотрудничество. И отправляем с вами напечатанное в чат. Я вроде же начала диалог. Еще раз. Начать диалог. Отправляем. То есть, если вот такая фразочка, что вы перенесены в главное меню, нужно подтвердить это через кнопку начать диалог. Ну, и вот, собственно, мое сообщение пошло. Подождите, я генерирую ответ. Вот сейчас мы с вами ждем, когда едем, нам составят план. Ожидание не очень долгое. При использовании графического бота мне пришлось подождать где-то минут пять. Как правило, нейросеть Миджорни настоящей. Она делает это очень быстро, за несколько секунд. Действует через год. Приходится подождать. Текстовый контент мы с вами в чат Gpt ждем совсем недолго. Поэтому я здесь никаких заготовок не делаю. Все делаю на ваших глазах. Так, параллельно пока ждем ответ. Так, Андрей, да, отвечу на ваши вопросы в чате. То, что у меня получилось заблёрить часть экрана, вы имеете в виду в презентации, наверное, да? В презентации. То, что вот я показывала вот здесь, да? Это сделано... Это же, собственно, скриншотик, правильно? Да, это всего лишь скриншотик. И я сделала это через обработку скриншотов. Есть такая программа, как Яндекс.Диск.Скриншоты. Её использую. И именно там есть такая возможность. Ну, а сейчас никаких блёров я использовать не буду. Так. Параллельно с ожиданием от нейросети можно начать делать презентацию. Так. Давайте мы запустим программу PowerPoint. Она у нас так выглядит. Так. Нам подскажет заголовок слайда непосредственно наша нейросеть. Мы пока можем создать несколько слайдов. Первый титульный слайд готов. Далее я изготавливаю ещё несколько слайдов. Макет слайда можно выбрать только заголовок, либо заголовок и объект. Особенно не важно. Так. Можно нажимать на кнопочку «Создать слайд». Просто, да? Общее количество слайдов 10 штук. Как заказывали. Как заказывали, да. Если вы неплохо работаете с презентациями, вы можете также установить, требуется какой-то фон на слайды. Ну, сделать что-то симпатичное. И в целом пройтись по теме оформления. На вкладке «Конструктор», например, я могу выбрать в списке вариантов шрифты. Возьму что-нибудь свое. Эго за два. Берите, берите всё, что хочется. Можно создать или выбрать цветовую схему, которую вы собираетесь использовать. Я возьму «Брикс» для этих целей. Заранее созданная цветовая схема. Так. Такие вот у меня заголовочки планируются. Всё меня в целом устраивает. Ну, и можно также вставить логотип. Логотип «Брикс» на все слайды презентации или только на один. На все слайды не рекомендуется вставлять, но пока в режиме ожидания нахожусь, я покажу, что я прохожу вид, образец слайдов. И на мастер-макете выполняю вставку. Это единственное изображение, которое у меня заранее скачено. Это рисунок. Один «Брикс». Вставляю. И размещаю логотипчик в уголочке, чтобы он нам не мешал. Он будет отображаться на каждом слайде презентации. Цвет заголовка можно оставить чёрным или по вкусу. Какие-то специальные задачи с текстом можно решать. Ну, если вдруг будете задавать вопросы, я могу модернизировать дизайн этой презентации и делать что-то интересное. Ну, можно ещё фон сделать. Формат фона. Что-нибудь такое серенькое. Можно оставить с тем же успехом и белый цвет. Да. От белого к серому. Очень лёгкий фон. Возвращаюсь в режим обычный. И снова перехожу к телеграмму. Ребята, давайте посмотрим, что нам выдали в результате. Презентация на тему «Брикс». Сообщение поступило. Слайд первый. Введение. Второй состав. Третий. Особенности стран-участников. Четвёртый. Торговые отношения. Пятый. Импортные операции. Шестое. Экспортные операции. Седьмое. Перспективы сотрудничества. Восьмое. Развитие торговых отношений. Девятое. Влияние «Брикс» на мировую экономику. И заключение. Давайте немножко доработаем. Напишем с вами в телеграмме следующее. Предложи тему презентации на основе этого плана. Давайте немножко подождём. Развитие экономического сотрудничества в рамках «Брикс». Перспективы и «Вы за вы». Ну вот «Вы за вы» мне не нравится. Наверное, «Вы воды» было бы неплохо. Поэтому и говорю, что будьте внимательны. Будьте внимательны. Давайте я скопирую этот текст и вставлю в заголовок слайда нашей презентации. Да. Так. «Вы воды». «Вы воды». Угу. Так. Есть. Ну, в подзаголовок слайда можно вставить что-то в виде... Ну, можно даже напечатать автора презентации или... Ну, либо что-то более лаконичное. Например, 2023. А вообще-то можно даже вставить автообновляемую дату. Пусть обновляется автоматически. Угу. Ну и достаточно. Так. Далее перехожу уже к наполнению каждого слайда по отдельности. И тут нас с вами волнует перенос. Перенос текстовой информации из Telegram в PowerPoint. Хочу отметить, что самая простая форма работы, которую я бы вам предложила, это копировать. Аккуратненько просто копировать содержимое каждого блока командой «Скопировать выделенный текст». Выделять, нажимать на кнопочку правой клавишей мыши, вызывать контекстное меню, вызывать «Copy select text» или скопировать выделенный текст и переносить его. Если вы хотите усложнить себе работу, то вы можете воспользоваться очень интересной фишкой, которую я вам сейчас покажу. Мы учим этой фишке на курсе по созданию презентации. Текст этого сообщения выделить и вставить в программу Word. Затем назначить на будущие заголовки слайдов, слово «слайд 1» нам нужен, конечно, слайд 2, назначить на заголовки слайдов стиль заголовок первого уровня, на всю остальную информацию заголовок второго уровня. Заголовки – это структурные стили, которые находятся у нас в правом верхнем углу программы Word. Что означает назначить? Очень простое действие – это текст выделить и ткнуть на соответствующий заголовок. Итак, каждая фраза, которая должна пойти на заголовок будущего слайда, у нас будет оформлена заголовком 1, весь остальной текст у нас оформляется заголовком 2. Заголовок 1 и весь остальной текст – заголовок 2. Пока я говорю, все это и делается. Как говорится, полной автоматизации все равно достигнуть невозможно, но какие-то действия мы с вами все-таки очень-очень быстро делаем. Текстовый контент для презентации практически готов. После того, как вы эту работу закончите, нужно обязательно сохранить этот файл и также обязательно требуется его закрыть. Сохранить и закрыть – это не каприз с моей стороны. Если мы этот файл не закроем, то импорт происходить не будет. Файл сохраняется. Все на ваших глазах происходит. Давайте я его сохраню куда-нибудь на рабочий стол, чтобы его потом не искать. И совершенно безжалостным образом закрывается. Сохранить и закрыть. После чего в программе PowerPoint нам останется только… Где моя презентация? Только выполнить команду импорта текста. Причем даже слайды создавать для этого не нужно. Я хочу, чтобы вы убедились. Смотрите, пожалуйста, влево. У меня всего один слайд презентации сейчас на ваших глазах. И выполняется команда слайды из структуры. Слайды из структуры, после чего указываю текст, который у меня находится на рабочем столе. Сейчас. Вот он. И после некоторой обработки, вот он думает, 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 текст будет разложен на слайды. И, собственно, презентация-то уже у нас будет готова. Потребуется сбросить… Ну, вот так вот я давайте покажу в режиме сортировщика слайда. Потребуется сбросить форматирование. То есть вот это остаточное форматирование от программы Word. Делается это кнопкой «Восстановить» или «Сбросить». Она в другой версии программы будет звучать. Ну, и вот, пожалуйста, слайды перед вами. Немножко увеличу. Не помещается. Ну, подчистить отдельные слова. Например, убрать слово «слайд». Да, слайд, слайд, слайд. Возможно, могут быть созданы пустые слайды. У меня этого не произошло, но возможно. Если вдруг импорт у вас через команду, давайте я вам еще раз покажу, слайды и структуры не происходит, ну, скорее всего, вы не закрыли этот Word-овский текстовый файл. Ну, вот надо это все учесть, конечно. Ну, если все сделали правильно, но все равно что-то не так, ну, я думаю, что нужно попробовать сохранить Word-овский файл не в формате .docs, а в формате .rich.text.format. И это нам поможет. Так, я презентацию собираюсь сейчас сохранять и буду ее немножко обогащать. Мне нужно, чтобы у меня была еще и некая информация, там, скажем, последние новости, чтобы была еще информация табличного характера, поэтому я хочу вернуться обратно в чат GPT. И давайте прерву даже презентацию. И попрошу чат GPT сделать что-то еще. Ну, давайте напишу. При виде данной по торговле представь результат в виде таблицы. У меня также определенные планы на эту таблицу. Мне хотелось бы ее перегнать не в PowerPoint напрямую, а в программу Excel, которая, как известно, способна мне нарисовать красивые спортлайны, цифровые диаграммы, ну и многое другое. Поэтому результат я собираюсь в виде таблицы копировать затем в PowerPoint, а в программу Excel. Есть уже некоторые заготовки, которые у меня получилось сделать, пока у меня чат GPT, давайте я покажу эти заготовочки. Данные о территории ВВП, пожалуйста. Иностранные инвестиции, пожалуйста. Это все я скопировала из того, что мне дал чат GPT. Потребовала совсем небольшая коррекция, и далее все хорошо. Данные об экспорте, данные об импорте. Сейчас я заранее подготовлю один листочек, который мне понадобится для того, чтобы показать эту ситуацию перед вами. Так, ну-ка. А вот, пожалуйста, напрямую данные о торговле получить не могу, но есть вот такой-то пример. Так, данные. Объем экспорта, рост экспорта в процентах, объем импорта. Кстати, попробуйте где-то, может быть, поменять формулировку, где-то что-то утащать. Результаты будут уже представлены другие. Вот. Но сейчас эту табличку, обратите внимание, что ее нужно аккуратненько выделить. Вот от первой терточки, чтобы вам было очень просто ее обрабатывать, от первой черточки и ниже, 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 ниже. Вот так вот мышку проведу. Скопирую. Так. Ctrl-C. Давайте так попробую. Здесь не выводит. Ctrl-C. И перехожу в программу Excel, где нажимаю команду вставить. В виде таблицы все вставляется. Парочка лишних структурных единиц. Лишний столбик А, который я удаляю, и лишняя, вторая строка, которую я удаляю. А так вполне себе таблица. Таблица как таблица. Посмотрите на результаты. Светлана, отличный вопрос. Отличный вопрос. Я ранее получала результаты с ссылкой на источник. Ссылка на источник была. И это, кстати, ваш вопрос, один из самых болезненных для ЧАД-ЖПТ, что он ссылку на источник может привести, а может не привести. Давайте попросим дать. Откуда эти данные? Приведи источник. Пока он ищет результаты, я хочу показать более ранние результаты, которые протестировала, и он выдавал очень неплохие результаты с источниками. Так, это все мои иллюстрации. Иллюстрации, иллюстрации, иллюстрации. Ага, вот. Источник Росстат. То есть были и такие, что он давал источник, как вы видите. Но все равно надо проходить по ссылочке, смотреть, откуда именно. Так, всего лишь пример не является реальными данными. Давайте попросим его реальные данные привести. Приведи данные об экспорте или просто о торговле между странами БРИКС. Ссылкой на источник. Собственно, он обращается к информации о торговых операциях, но вот прям ссылку на эту самую таблицу не делает. Ну вот, собственно, вот такой источник-то и все равно надо проверять. Иначе говорю, все равно все надо проверять. Да и актуальность этих данных за 2020 год, это вот тоже надо учитывать, что самые последние, самые новые данные все равно надо искать. В виде таблицы. Если нам нужна самая последняя информация, мы можем воспользоваться интернетом самостоятельно. Сейчас я, допустим, выхожу на страничку, не знаю, хотя бы РИА Новости, вот на эту ссылочку. Вот я ссылку направлю вам, но это совершенно не обязательно, можете найти любую другую новость. Я копирую ссылку и вставляю вот сюда, где через запятую ну вот данные за 2020 год. Он все-таки ссылку на источник не делай, к сожалению. Да, если бы и делал, я бы все равно бы не доверяла. Все равно надо проверять. Ссылка и просим, проанализируй текст. Проанализируй текст. Проанализируй текст. Сделай выводы. Через запятую. То есть статья и через запятую сделаем про последние новости. Пока я подготовлю соответствующий слайд. Почему? Почему? Допустим. Подождем. Ага, пожалуйста. Ну, статью я читала. Так, так, так. Давайте попробуем его сократить. Сократи этот текст. Как вы видите, чат GPT поддерживает тему. То есть нет необходимости указывать, о чем идет речь повторно. Так, мы попросим представить текст в виде выводов, в виде тезисов. Это мне особенно понравилось. Умение большое количество текстовой информации представлять в виде тезисов. Некоторые, конечно, вводные фразы требуются обрубать. Так. Ага. Ну и уже эта информация, пожалуйста, мною копируется и вставляется, копировать, вставить в программу PowerPoint. В программе PowerPoint мы можем далее все это красиво преобразовывать в смарт-арты или создавать модульные композиции с иконками и значками. Самое главное, текстовый контент у нас готов, и все это может занимать не очень много времени. Да. Есть. Готово. Табличку, собственно, тоже можно перенести, но вы знаете, что это не проблема. Команда копировать, ставить имеется в виду. Нужна красивая иллюстрация. Нужна красивая иллюстрация, и я перехожу снова к ЕДА. Здесь буду обращаться по созданию иллюстрации. Я закончу предыдущий диалог через кнопочку меню. Закончить диалог. И могу сделать что-то еще. Кнопочка создать изображение. Мне может понадобиться для того, чтобы выбрать первоначально нейросеть. Вот MidJourney здесь появится очень скоро, как обещают разработчики. Данная нейросеть Далей немножко для реализма мне не подходит. Больше для создания иконок можно попробовать. Stable, Diffusion и Кандинский в стиле реализм. Симпатичное изображение делаю. Ну, что-то... Давайте Кандинский выберу. Кандинский. Описание к изображению следующее. Небо. Нефтяные установки. Лучи солнца. Все, что мне необходимо, я перечисляю через запятую. Вот так. Созданная иллюстрация пойдет у меня либо на слайд. Немножко вытянута, но ничего. Можно было добавить еще реализм. Как направление. Ну и скачанная иллюстрация на всякий случай копируется. Другая нейросеть. Я выхожу сейчас из сервиса ЕДИ. Это MidJarney. Вот мне уже по моей просьбе кое-что делается. Мне был лучи солнца, планета Земля, денежные знаки. Вот такие четыре варианта выдает. Один бесплатный запрос она обработает для вас. Выдаст четыре варианта работы. Ссылка на данную нейросеть я также действую через бот. Направляю вам в чат. Если будет интересно, попробуйте. Ею тоже воспользоваться. Сейчас я напишу здесь запрос. Здесь мне ничего не понравилось. В итоге я ничего выбирать не буду. Давайте напишу так. Создай изображение. Нет, создай изображение не буду писать. Давайте сразу к делу. Что требуется? Что-то вот в этом же духе, что нужна торговля, планета, земля, солнце. Лучи солнца. Лучи солнца. Реализм. Денежные знаки. Сотрудничество. Посмотрим, что вы дадут. В принципе, там должны были мне попросить генерацию изображений. Подождите, я здесь просто как сообщение направилось. Давайте я. Вот. Генерация изображений. А вот теперь. Да. Вот теперь все правильно. Выберите версию. Используйте MidJourney версия 4. Потому что версия 5. Два запроса будет забирать вместо одного. MidJourney версия 4. Ну и, скажем, ориентация горизонтальная 7 на 4. Вот так. Пусть подумает. Напоминаю, что мы с вами образ для титульного слайда. Да, Владимир, я читала об этом, что чат GPT можно обучить. Это очень хорошее уточнение. Собственно, мы въедем, можем это и написать. Ну, в данном случае просто нет большой необходимости. Это коротенький пример. И она прекрасно справляется с задачей. Если у вас не премиум очередь в этом боте, то вы будете дольше получать результат. В моем случае, я думаю, что в течение 15 минут даже быстрее результат уже будет. Попробовала, получала результаты по этим же самым запросам. Следующий. Более высокое качество конкретного изображения бот потребует, и мы можем его скачать. Но это будет стоить вам еще один запуск. Такой немножко жадный сервис. Да, я жду, когда Едя будет делать это вместо текущего сервиса. Ну и очередь моя уже подошла. Ну, потихонечку делается изображение. Итак, уважаемые слушатели, я хотела бы сделать некоторые выводы на этом этапе и представить вам также полноценную миджуанлей. Сделаю это хотя бы на слайдах. Да, потому что здесь мы к ней обращаемся не напрямую, а через чат-блок, который действует в Российской Федерации. Итак, текущую презентацию тоже пока сверну. Так, мы остановились с вами на следующем моменте, которые выводы, которые Едя сделала сама. Что в нейросети могут быть полезны. Я думаю, что вы с этим согласитесь, что мы можем с вами добывать интересную информацию, которую надо перепроверять. Автоматизировать процесс создания презентации. Это верно. Так, но все остальное у нас остается за человеком. Очень впечатлили меня способы генерации изображений. Это способ получить уникальный контент. Так, давайте посмотрим на миджуанлей. Так. Илья, да, хороший вопрос с вашей стороны. То, чем пользуюсь я, это действительно надежно. И вы деньги, если даже будете вкладывать в эти каналы, вы их не потеряете, не обманываете. Я проверяла. Но, увы, я сама часто попадаю в ситуацию, в результате чего какая-то проплаченная услуга в интернете оборачиваться ничем. Может и более того, могут эти данные даже нанести вред в будущем. Я представлю список, как я уже обещала, около 600 каналов, которые можно считать надежными. Этот список будет размещен на страничке мастер-класса. Если этого в течение суток не произойдет, можете написать мне на почту. Я могу лично этот список выслать. Этот список проверен. А вот способ проверки этих каналов, кроме как получения обратной связи и получения результатов, я представить не могу. Только опытным путем. Увы. Увы. Итак. Как воспользоваться миджорни? Есть, конечно, соответствующие инструкции в интернете. Если вы собираетесь бесплатно пробовать, не расстраивайтесь заранее, что могут в первые сутки вам не предоставить доступ, как со мной получилось. Сервис совершенно чудесный и ведет к тому, что вы будете получать просто роскошный результат. Для начала вам потребуется следующий мессенджер. Через Telegram работают только обходные боты. Сервис Discord называется. Это чат наподобие Telegram. На нем вы зарегистрируетесь, затем переходите на миджорни. Это уже следующий сайт. Вы видите. Следующим образом. Даже покажу. Ссылочку также направляю. Вот такой. И на этом сайте Join the Beta. То есть можно попробовать бесплатный сервис, может быть, вас пустят. Если нет, пробуйте завтра, оно того стоит. После нажатия на Join the Beta вы обратно возвращаетесь с дискарта. То есть на нем вы уже зарегистрировались. И благодаря миджорни вы получаете приглашение. На всякий случай я его здесь дублирую в виде ссылки, чтобы мы могли к нему обратиться. И в итоге вот откроется нечто подобное. Давайте я вам покажу, покажу вам этот мессенджер. Выглядит, конечно, очень-очень олиповато. Но здесь очень быстро можно разобраться, в чем дело. Миджорни, да, публичный сервер. Он выглядит так. Вы, конечно же, множество раз опять-таки ответите, находится ли на изображение собаки или пингвины. Подтвердите, что вы человек, подтвердите то, подтвердите все, да, и подпишитесь на канал, чтобы получать обновление. Я пошла создать свой сервер и добавить миджорни на него. Инструкция есть в интернете, это совсем не сложно. Ну, а затем уже именно здесь происходит генерирование изображений. Все начинается с вот такого слова, имиджин. Далее, после, буквально через пробел, вы начинаете набрасывать ключевые слова. Ключевые слова, обозначающие, что вы хотите видеть на вашем изображении. Это делать нужно, к сожалению, на английском языке. В каком стиле нужно представить изображение, в каком качестве нужно представить изображение. Ну, то есть совсем не сложно. Обязательно на английском языке. Здесь на страничке я привожу также о том, как действует страница подсказка. То есть специальный такой помощник, который позволяет вам составить правильный запрос. Ну, и можно также почитать об этом более подробней. Хелпер будет выглядеть так. Давайте я еще раз пройду. Просто ключевые слова, как использовать. И специальный гайд. К сожалению, у меня бесплатный аккаунт на MidJourney, поэтому я не включаю в демонстрацию весь процесс. Просто покажу, какие результаты мы получаем с него. То есть, собственно, вот она. При соединении к активной ветке. И можно уже печатать. Просто на самом сервере постоянно появляются новые изображения. Каждую секунду. И чтобы не терять на свое изображение, я предпочла все-таки добавить. Добавить на свой сервер нейросеть MidJourney. Можно действовать и так, и так. Такое сообщение можно увидеть, если сервер перегружен. Ну, и, собственно, напечатали Image Prompt, а затем печатаете, что нужно видеть на изображении. Видите здесь. Любые ключевые слова. Есть также технические детали. Можно обойтись без них. Какие цвета вы хотите увидеть на изображении? В каком стиле должно быть изображение? Все через запятую. Это совсем не сложно. Парочка примеров того, что находится в общем доступе. Да, Илья, это еще один сервис, который на MidJourney вы можете использовать. Там просто надо будет другой код напечатать. В принципе, на гайде вы найдете все необходимое. Только в начале надо изображение опубликовать в сервере. Затем вы ссылку на это изображение вставляете в MidJourney. То же самое можно сделать через тот Telegram канал, который я вам выслал. То есть изобразить что-то в каком-то стиле можно. Такая услуга здесь есть непосредственно на Телеграме даже. Вот что мне сделали. Планета Земля, денежные знаки, лучи Солнца. Честно говоря, не очень. Предыдущий вариант, который мне сделала нейросеть, мне понравилось больше. Именно это изображение я и буду сейчас устанавливать. При обращении к MidJourney через Telegram. Давайте я покажу генерация изображения. Так. Вот здесь есть ссылочка о том, как составить запрос. Ну, наверное, свое изображение какое-то подгружать не буду. Так. Вот. А, ну вот, собственно, инструкция. Вот она. Где же я ее видела? Она вот прям перед нами находится. Что нужно загрузить изображение, перейдя на сайт, скопировать картинку и вставить ее. Да. Через ЕДЯ делается это все совершенно бесплатно. Создать изображение. Далее. Суперрезолюшн. Вот это надо выбирать. Попробуйте. Бесплатный сервис. Далее свое изображение прикрепляется. Ну, давайте я что-нибудь прикреплю. Какое-нибудь изображение. Может быть, что-то есть. Вот такое вот изображение. Да. Интересно, что мне такое тут сделают. Правда, я не указала ни стиль, ничего. А, это улучшение качества. Да, простите. Через ЕДЯ у нас улучшается качество изображения. Суперрезолюшн. Ну, собственно, качество изображения только что было улучшено. А вот через аниме, в скобочках, я отправляю ту же самую фотографию. Будет уже создан персонаж. Будет уже создан персонаж. Ну, посмотрим. Наверное, надо немножечко подождать. Итак, уважаемые слушатели, я подгружу то самое изображение, которое мне выдала сеть MidJourney. Иконовые рисунки уберу. Инвертирую текст. Чуть-чуть все это подправлю. И образ для титульного слайда уже готов. Наверное, надо немножко затемнить изображение, но это уже дело техники. Создам промежуточную фигуру, брошу ее на задний план и обеспечу залив черного цвета с прозрачностью. Линии, соответственно, отменю. Текстовый контент для презентации готов. Тема сформирована. Иллюстрация суперпотрясающего качества готова. Последние новости проанализированы, текст сокращен и так далее, и так далее. Единственный момент, конечно же, проверяйте. Проверяйте, уважаемые слушатели, ту информацию, которую вы получаете от чат-бота. Так, ну что ж, я, пожалуй, вышла за все пределы нашего семинара по времени, поэтому в настоящее время я останавливаю запись вебинара и желаю вам успехов при создании презентации с использованием чат-ботов или без них. Большое вам спасибо. Я не покидаю канал и могу ответить на несколько вопросов.